здравствуйте дисциплина история физики тема урока экспериментальные успехи квантовой теории сегодня мы рассмотрим четыре вопроса по плану это возникновение квантовой статистики открытие спина второй вопрос механика шридингера и гейзенберга 3 ядерная физика происхождение открытие ядерной физики и четвертое радиоактивность и радиоактивные превращения изотопы и так возникновение квантовой статистики чтобы понять какие трудности пыталась современная квантовая механика нужно вспомнить чем она отличается от классической то есть ньютоновской механики ньютон создал общую картину мира в которой механика выступает выступала как универсальный закон движения материальных точек или частиц маленьких комочков материи из этих частиц можно было построить любые объекты казалось что механика ньютона способна теоретически объяснить все природные явления однако в конце прошлого века выяснилось что классическая механика не способна объяснить законы теплового излучения нагретых тел этот оказалось этот не казалось бы частный вопрос привел к необходимости пересмотреть физической теории и потребовал новых идей в 1900 году появилась работа немецкого физика макса планка в которой эти новые идеи идеи и появились планк предположил что излучение происходит порции то есть квантами такое представление противоречило классическое зрение но прекрасно объясняла результат эксперимента в 1918 году эта работа была удостоена нобелевской премии по физике спустя пять лет альберт энштейн показал что не только излучение но и поглощение энергии должно происходить дискретно порциями и сумел объяснить особенности фотоэффекта и он же получил нобелевскую премию 1921 году световой квант тофотон по энштейну имея волновые свойства одновременно во многом например он либо поглощается целиком либо не поглощается вовсе так возник принцип карпускулярного волнового дуализма электромагнитного излучения и вы это знаете в 1924 году французский физик луида бройл выдвинул достаточно безумную идею предположим что все без исключения частицы то есть это электроны протон и целые атомы обладают волновыми свойствами год спустя энштейн отозвался об этой работе хотя кажется что я писал сумасшедший написана она солидно а в 1929 году доброй получил за нее нобелевскую премию 2 июля 1924 году индийский физик шантиендранат бозе эта фамилия вам известна на правил из даки ныне столицы бангладеш немецкий журнал статью закон планка и гипотеза цветовых квантов используя представление эйнштейна о кванта как частица обладающих импульсом а шиню на c гипотезу сакура тетроди и величина элементарного фазового объема бозе вводит новый метод статистического подсчета распределения объектов в данном случае цветовых квантов по состоянии бозе подсчитывает распределение не самих квантов которые неразличимы а ячеек не содержащих ни одного кванта содержащих 1 2 и так далее квант числа таких распределений поражается перед как вы видите перед вами следующий формулой здесь как вы видите ячеек p1 это число ячеек содержащих 1 квант p2 число ячеек содержащих 2 кванта и так далее статья бозе заинтересовала энштейна и он сопроводил ее публикации своими примечаниями помещенные в конце статьи вывод формула планка предложена бозе является по моему по моему мнению большим достижением использована и метод дает такую квантовую теорию идеального газа которую я изложу в другом месте энштейн энштейн же выполнил свое обещание и опубликовал в 1924 25 годах ряд статей по квантовой теории идеального одноатомного газа вклад внесенный энштейна в развитие статистики бозе оказался столь существенным что ныне эту статистику называют как вам известно статистикой бозе энштейна энштейн который еще в 1999 году рассматривал интерференционные фруктуации светового поля вводит представление о таких фруктуациях и в теорию газа считая что здесь речь идет не только о простой аналогии таким образом материальные частицы или системе материальных частиц можно сопоставить скалярное волновое поле пишет энштейн показал своей работе добро и заслуживающий всякого внимания энштейн был первым из крупных физиков который поддержал идеи добро или и широко использовал и своих исследованиях у квантовой статистики идеального одноатомного газа перед вами ребята посмотрите хронология становления квантовой теории 1913 год нильсбор издал работу о строении атома и моего 1923 году то есть через 10 лет луи де бруи выдвинул гипотезу об универсальности корпускулярно-волнового дуализма через два года 1925 год вернер гейдзенберг разработал матричную форму квантовой механики но и на следующий год 1926 это эрвин шейдингер получил уравнение для волновой функции и применил его к атому водорода перед вами эти же ученые ребята запомните четыре крупных ученых которые открыли которые являются и является крупными учеными получившие нобелевские премии бор гейдзенберг паули искали выход на путях построения математических схем лишенных наглядности но зато точно описывающих наблюдаемые факты такая математическая схема была найдена 1925 году гейдзенбергом как я уже говорила при этом гейдзенберг как он отмечал в аннотации к статье о квантово-теоретическом толковании кинематических и механических соотношений основывался исключительно на соотношениях между принципиально наблюдаемыми величинами гейдзенберг предполагал отказаться от всякой надежды на наблюдение до сих пор ненаблюдаемых величин таких как положение период обращения электронов и пытался построить квантово-теоретическую механику более или менее аналогичные классической механики ньютона в которой встречались бы только отношения между наблюдаемыми величинами гейдзенберг еще не осознавал что речь идет не об отказе от понятия ненаблюдаемые положение скорости электронов а уточнение самого понятия наблюдения в применении к микрониру в октябре того же года паули разработал по новой теории проблему атома водорода и в 1925 году борн и иордан представили общую математическую теорию квантовой механики в том же году 2025 дирак выступил со своей схемы новой механики развив особо символическую алгебру состоянии и наблюдаемых величин при этом существенно что дирак ознакомился своей со статьей гейдзенберг обратил внимание не на методологическую установку гейдзенберг а на нарушение принципа коммуникативности для произведения величин входящих в описание атомной системы обратите ребята перед вами опять ученые которые занимались 1925 27 годах но здесь было создано три варианта механики первый вариант это матричная механика дизенберга волновая механика шрёдингера и квантовая алгебра дирака следующий тип у нас открытие спина и в 1925 году физику было видено новое фундаментальное понятие спина это понятие было видено уллинбеком и гаутсмитом работавшими летом 1925 году у эрнфеста в лейдине к этому времени паули опубликовал свою работу содержащую формулировку принципа запрета носящего его ими паули показал что квантовое состояние электрона характеризуется четырьмя а не тремя квантовыми числами и что в этом состоянии может быть только один электрон еще ранее паули указал что для характер для характернотики состоянии электрона необходимо четыре квантовых числа главное квантовое число которое обозначаем через букву n азимутальное квантовое число через букву l и два магнитных числа м1 и м2 гаутсмит рассказал уллинбеку об этой работе паули узнав это уллинбек высказал такую мысль что электрон обладает еще одной степенью свободы которые соответствуют вращению электрона то есть спину после его замечания о спине писал гаутсмит мы сразу увидели что полностью выясняется почему м с всегда равно плюс 1 2 или минус 1 2 далее мы увидели что все случаи расщепления зимона могут быть объяснены если приписать электронный магнитный момент равный одному целому магниту магнитону бора кроме того стало ясно же спин находится в полном соответствии с нашим новым толкованием спектра водорода перед вами картина паули ученого паули механика шредингера и гейзенберг перед вами эти два ученые посмотрите обратите внимание бор и гейзенберг наоборот проявили большой интерес к новой гипотезе а после того как томас вычислил на основе гипотезы спина значение дуплетного расщепления паули снял свои возражения таким образом в 1925 году 25 год оказался годом рождения квантовой механики гейзенберга и дирека годом рождения новой квантовой статистики боза энштейна годом рождения принципа паули и гипотезы спина вольфган паули один из активных деятелей современной физики родился в швейцарии 25 апреля 1900 году он окончил мюнхенский университет и еще будучи студентом написал статье монографию теории относительности опубликованную в математической энциклопедии 1921 году по окончании университета паули работал геттингене копенгагене гамбурге и из 1927 года цюрихе высшем техническом училище и иначе еще называли его политехникуме открытие принципа паули дало ключ к объяснению периодической системы химических элементов неделеева и вместе с открытием спина послужила основой новой формы квантовой статистики для частиц обладающих полу целым спина эта статистика была создана ферми сообщившим о ней в короткой заметки 6 февраля 1926 году и в статье о квантовании идеального газа который был опубликован в том же году статья дирака была представлена лондонскому королевскому обществу 26 августа того же года таким образом 1926 год был годом создания статистики ферми дирака все эти статистики вы проходили по статистической физике открытие принципа паули было удостоено в 1945 году нобелевской пемии 1931 году паули предложил гипотезу новой частицы названной по предложению ферми нейтрина шредингер исходил из идеи дебройли и оптики механической аналогии гамильтона по этой аналогии геометрической оптики соответствует уравнение классической механики которая определяет траектор частицы также как законы геометрической оптики определяет форму лучей света геометрическая оптика применима к малым длиннам волны такой же длинной волны нельзя пренебречь кто вступает в силу закона вступают волновые оптики описывается волновым уравнением для макрообъекта длины волны дебройля лямбда равна h делена на mv очень мало и движение описывается законом классической механики но для микрообъекта длины длинной волны нельзя пренебречь и закон их движение должен описываться уравнением аналогичного новому уравнению в оптике этому форму этого уравнения шейдингер нашел в следующем виде перед вами уравнение шейдингер математическая теория так показывает что решение этого уравнения удовлетворяющие ограниченные условия и требующие применения к ним операции описанных форм уравнений получается только при определенных энергиях значение параметра е называемых характеристическими или собственными значениями соответствующие этим значениям решение называется характеристическими и собственными функциями а это означает фактически что уравнение заключает в себе квантовые условия таким образом таинственная проблема квантования свелась хорошо известны математике проблеме собственных значений в 1933 году шейдингер получил мобильевскую премию одновременно с другим создателем квантовой механики полем дираком в 1934 году был избран иностранным членом академии наук ссср макс борн родился 11 декабря в 1882 году с 1909 года он приват доцент то есть геттингенского университета с 1919 года профессор университета во франкфурте на майне с 1921 года профессор геттингенского университета который стал одним из ведущих центров теоретической физики сюда приезжали физики из америки и европы сам борн с 1913 года развивал динамическую теорию твердого а с 1925 года его научные интересы сосредоточились на новой квантовой механике в 1934 году он был избран иностранным членом академии наук ссср к этому времени он эмигрировал из фашистской германии в англии где занял кафедру теоретической физики сначала в кембридже а в 36 году в эдинбурге в 1954 году борн получил нобелевскую премию нобелевский доклад это статистическая интерпретация квантовой механики был опубликован в книге физика в жизни моего поколения который вышел в англии в 1956 году а борн умер в 1970 году ну и перед вами ребята картины этих же ученых посмотрите дебройля со своей квантово-механической медалию атома и гейзенберга его знаменитая формула принцип неопределенности как вы видите радиоактивность и радиоактивное превращение изотопа это последний вопрос в 1996 году французский химик антуан анри беккери случайно открыл радиоактивность соли урана который приемляется в самопроизвольном испускании невидимых лучей способных вызвать ионизацию воздуха и подчернение фотоэмульсии через два года пьер кюри и мария складовская кюри открыли радиоактивность пории и выделили из соли урана полон и ради радиоактивность которых оказалась миллиона раз сильнее радиоактивности урана и тория перед вами картина этих же ученых и в 1903 году получили они нобелевскую премию по за открытие радиоактивности из это получили беккери пьер пьер и мари тюри вот есть рисунки так детальный эксперимент для изучения радиоактивных излучений было произведено резельфордом он показал что радиоактивное излучение образовано соответственно альфа бета и гамма лучами как вам известно вы эту картину помнить это лучше состоять из отрицательно заряженных электронов бета это из электроны альфа лучи это у нас положительно заряженный частиц то есть альфа частиц который как выяснилось позднее они были ядрами гелия гелия 4 гамма лучи это аналогичные чем рентгены которые не имеют заряда только значительно более жесткие чем рентгеновские лучи ядерная природа радиоактивности была понята резервфордом после того как в 1911 году он предложил ядерную модель атома и установил что радиоактивное излучение возникает в результате процессов происходящих внутри атомного ядра в 1808 году английский ученый натуралист джон дальтон впервые ввел определение химического элемента как вещества состоящего из атомов одного бета в 1969 году химик менделеев открыл периодический закон химических элементов одна из трудностей в обосновании понятия элементов вещества занимающий определенное место в клетке периодическая система заключалась в наблюдаемом на опыте нецелочисленности атомных весов элементов перед вами менделеев и рентген ну и важным шагом на пути к открытию изотопов стало обнаружение явления радиоактивности и сформулированные сформулированы эмстом резервфордом и фредерикам соди зипотеза радиоактивного распада радиоактивность есть не что иное как распад атома на заряженную частицу и атом другого элемента по своим химическим свойствам который отличается от исходного в результате возникло представление о радиоактивных рядах и радиоактивных семействах в начале которых есть первый материнский элемент являющийся радиоактивным и в конце последний стабильный элемент анализ цепочек превращения показал что выходе в одной клеточке периодической системы могут оказаться одни и те же радиоактивные элементы отличающиеся лишь атомными массами фактически это и означало видение понятия и зато перед вами литература ребята и ответьте на следующие четыре вопроса на этом урок закончен до свидания